Привет друзья! На каждой парусной яхте используется огромное количество веревок, каждая из которых имеет свое название и выполняет определенную функцию. Кстати, яхтсмены их очень часто называют тросами, если хотите можете называть так же. Понятное дело, что раз функции у них разные, то и веревки используются разные. К примеру, для швартовок или привязывания яхты к берегу принято использовать крученые веревки, а для постановки и управления парусами синтетические веревки в оплетке. Для спасения же утопающего, например, нужна плавающая полипропиленовая веревка, и конечно же на каждой яхте будет использоваться подходящая по прочности и толщине веревка. Но этот вопрос отдельного ролика, а пока поговорим про уход за веревками. Современные синтетические веревки служат в несколько раз дольше, чем древние пеньковые, но и они выходят из строя в агрессивной морской среде и под ярким солнцем за несколько лет. Поэтому постарайтесь прислушаться к нескольким простым советам. Каждый раз после использования аккуратно бухтуйте и складывайте все веревки на место. Место для веревок должно быть сухим, проветриваемым и затененным от солнца. Каждый раз, когда это возможно, опресняйте веревки, смывайте с них грязь и соль. По возможности не оставляйте веревки под прямыми солнечными лучами. По возможности не оставляйте веревки в лужах и прочих емкостях с водой. При использовании следите, чтобы веревки не перетирались и не бились, и регулярно проверяйте их на предмет повреждений. Помните, что любые химикаты могут сильно испортить веревку. Помните, что любой узел, завязанный на веревке, существенно ее ослабляет. Ну и конечно же не ходите по веревкам в обуви. Вроде бы пунктов много, но на самом деле на яхте все будет сводиться к банальной бухтовке веревок после каждого перехода и редкому обмыванию пресной водой перед генеральной уборкой или во время генеральной уборки. Все остальное оно как бы само понятно любому умному человеку. От себя добавлю, что веревки даже с поврежденной оплеткой остаются прочными и служат очень хорошо. Силовой основой в них все-таки является сердечник. И дам один лайфхак для тех, кто лазит на мачты. Пользуйтесь страховочным концом. Обычные фалы, которые стационарно заведены на мачту, находятся ежедневно под солнцем и редко опресняются. За пару лет их прочность может упасть очень сильно. Страховка спасла жизнь очень многим альпинистам на моей практике. Может и вам спасет. Просто относитесь внимательно к своей жизни, к своей безопасности и к тем веревкам, которыми вы пользуетесь. На этом школа яхтинга «Ты капитан» прощается с вами. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на сайт YouCaptain.info, а также страницы в Facebook и Instagram, где я рассказываю про то, как быстро и легко научиться яхтингу. Ссылки вы найдете в описании.